Данила Кулеша В одном из салонов итальянского оператора Team Mobile появился еще не анонсированный смартфон Apple. Посетители торговой точки обнаружили на витрине две модели iPhone 6. Количество пользователей мобильного мессенджера WhatsApp за последние 4 месяца увеличилось на 100 миллионов и достигло 600 миллионов человек. Об этом объявил в официальном блоге компании основатель сервиса Ян Кум. Apple уведомила разработчиков о том, что компания произвела обновление своих серверов, в результате чего пользоваться ее новыми технологиями можно только на последних бета-версиях iOS 8 и OS X Geosemate. Об этом говорится в электронной рассылке Apple. Apple разослала журналистам и представителям прессы официальные приглашения на пресс-конференцию, посвященную анонсу смартфона iPhone следующего поколения. Как и ожидалось, мероприятие пройдет 9 сентября. Во вторник на сайте разработчиков дебютировала очередная пятая по счету бета-версия OS X Mavericks 10.9.5. Обновление тестируется разработчиками с начала августа. Релиз первого апдейта OS X 10.9.5 состоялся 31 июля. Через месяц после выхода финальной сборки OS X Mavericks 10.9.4. Apple в этом году не планирует выпускать кабель для зарядки и синхронизации iPhone и iPad с двухсторонним USB-коннектором. Об этом сообщили представители компании Moco.co со ссылкой на источники, близкие к калифорнийской корпорации. Пользователи и эксперты не раз критиковали Apple за отсутствие в яблочных смартфонах чипа NFC. Но теперь компания, похоже, добавит поддержку технологии ближней бесконтактной связи в свой следующий iPhone. Об этом сообщает ресурс GeekBar, опубликовавший снимки материнской платы грядущего смартфона. В прошлом месяце ресурс Recode сообщил о планах Apple представить в начале сентября iPhone 6. По новой информации издания, вместе со смартфонами следующего поколения, калифорнийский гигант покажет некое носимое устройство. Речь идет, скорее всего, об умных часах iWatch. Французский ресурс Nowhere Else обнародовал очередную порцию изображений внутренних компонентов нового Apple смартфона. Утверждается, что детали, в том числе лотки для сим-карт, вибромотор и кнопки Home принадлежат готовящимся к релизу iPhone 6. Комплектующие вынес с завода один из сотрудников Foxconn. Французское издание Nowhere Else опубликовало шпионское изображение вкладыша из упаковки iPhone 6. На снимке можно видеть карточку со схематичным изображением устройства, его названием и основными элементами управления. Автор снимка утверждает, что вкладыш будет поставляться в коробке с каждым новым смартфоном Apple. А на этом 40 выпуск информационной программы новости Apple подошел к концу, поскольку выпуск 40, давайте наберем 40 лайков. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok